Как тебе человек сказал, у меня слюна во время сна потекает, а ты сразу и выяснила, что человек сахар ест, что инсулинорезистент, мы все же есть. Что его когда-то станет достаточно? Просто да. От девушки вообще не зависит полудебенка. Ты мне не родила сына. Вот я про это же хочу сказать. Нет, это ты должен мужу своему сказать. Ну, смелее. Камон! Ксюша, привет. Коль, привет. Дорогие друзья, здравствуйте. Ваша любимая рубрика, это, я не побычу, то слово любимое. Ответы на вопросы подписчиков. Для всех подписчиков нашего канала я подготовила специальный подарок. Мы с командой составили список из пяти анализов, которые позволят вам узнать о том, что у вас есть анемия и что с ней нужно делать. Для того, чтобы получить этот подарок, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите его на почту в ту же секунду и совершенно бесплатно. Я хотел бы начать вот с вопроса Ульяны. Коля, пожалуйста, можно в следующий раз, чтобы Ксения рассказала про цикорий? Дорогие зрители, все вопросы, которые я задаю, выбирайте вы. Тем самым вы ставите, получается, лайки на комментариях, которые вопросы вам понравились. Самые залайканные поднимаются вверх, и они, конечно же, попадают нам на это шоу, можно так сказать. И, собственно говоря, Ульяна, ваш вопрос-то самый залайканный, 209 лайков, и именно с него мы и начнем. Ксения, расскажите, пожалуйста, про цикорий. Польза, вред можно пить в порошке или сублимированной? С радостью отвечу на этот вопрос. Глобально цикорий – это хорошо. Это отличная альтернатива кофе, все здесь гораздо лучше, нет скачка адреналина, нет нагрузки на почки. При этом самая польза цикория в том, что он содержит вещество, это такая растворимая клетчатка, которая называется инулин. В принципе, это самый главный плюс цикория, который есть. Он содержит какое-то количество витаминов группы В, это правда, но есть момент, это не связано с тем, что он плох, при каких-то состояниях его нельзя. Например, если есть синдром избыточного грибкового бактериального роста, так как цикорий содержит много инулина, то может быть вздутие. И многие будут пить, опять же говорить, я цикорию очень плохо переношу, потому что у меня после него вздутие. Это проблема с вашим кишечником чаще всего, поэтому мы сначала работаем с восстановлением ЖКТ, потом пьем цикорий. Плюс цикорий нельзя при язве и гастрите в стадии обострения, это однозначно так. И цикорий мы не принимаем, если вдруг вам назначен антибиотик, потому что цикорий снижает действие антибиотика. У нас нет такой задачи, если уж вам его назначили, поэтому цикорий вы не принимаете. Во всех остальных случаях это круто. Во всех остальных случаях, да, вы можете принимать, если вам нравится вкус, отлично и очень хорошо. Брать гранулированный цикорий, это как разница есть зерновой кофе и растворимый. Вот обычный цикорий в порошке и такой гранулированный цикорий есть разница. Лучше брать все правильно, гранулированный, он гораздо полезнее. Двигаемся дальше, следующий вопрос от Ксении. Расскажите, пожалуйста, про консервирование. Насколько не вредно покупать горошек по соль в банке, даже если в составе нет сахара? Или это походный вариант и лучше готовить все-таки самому? Конечно, мы всегда знаем, что сырой продукт, который свежий, он гораздо лучше, потому что он содержит большее количество полезных веществ. Мы не обсуждаем консервацию с сахаром, это сразу нет. Но действительно есть фасоль, есть... Хотя вот, слушай, кстати, то, что касается фасоли, по сути, разница в том, что вы ее варите 12 часов, я тут больше, знаешь, имела в виду горошек. Горошек сырой, потому что мы его можем есть, фасоль сырую мы есть не можем. И вот имеется в виду, что если кукуруза в початке, она полезнее, чем кукуруза консервированная. Так же, как горошек свежий или замороженный, полезнее будет, чем консервированный. Но в случае с бобовыми разницы нет, вы все равно их будете готовить очень длительно. И вот как раз-таки у меня нет времени варить бобовые. Я готовлю сама, но бобовые не варю сама. Я всегда покупаю нут или красную фасоль в уже консервированном виде. У меня есть моя любимая фирма, по-моему, Bio Italiano называется. Там просто вода и фасоль, все. Это все готово. Я либо готовлю салаты и открываю эту фасоль, либо я вот в сторис у себя показывала, когда я тушу перепелок в жаровне, я туда тоже добавляю фасоль. Мне это очень нравится. То есть в случае с бобовыми разницы никакой нет. А в случае с горошком, с кукурузой, да, это правда, это такой вариант, когда у вас там стоит какой-то НЗ, быстро что-то приготовить. А так лучше замороженный или свежий. Нет, сахар точно категорически. Сахар нет, точно. Такую консервацию мы не берем, пусть стоит на полках, есть и без сахара. Двигаемся дальше. Вопрос номер 3 по рейтингу залайканности от Оксан. Добрый день. С точки зрения нутрициологии, быть донором крови и ее компонентов, это больше польза для организма или наоборот могут образовываться дефициты? Очень хороший вопрос. И могут образовываться дефициты и польза для организма. Все зависит от того, в каком состоянии находитесь именно вы. Есть несколько состояний, когда вы дефицитны, мы не являемся донором. Особенно, если вы девушка, у вас есть менструация, вы знаете, что у вас низкий уровень гемоглобина, ферритина, вы и так железодефицитны. Тут лучше позаботиться о себе, чем о ком-то другом. Ну, либо вы компенсируете этот дефицит. То есть, во время железодефицита мы донором не являемся. Но есть случаи, когда донорство это идеально. Это если у человека есть гемохроматоз. Это генетическая особенность, когда печень накапливает железо. Вообще, основное депо хранения железа это наша печень. И вот есть люди, которые сдают анализы, и у них постоянно повышенный ферритин. 300, 400. И вы понимаете, что нет у вас воспаления, потому что ферритин может и на фоне воспаления повышен. Но ферритин бесконечно высокий. Очень часто гемохроматоз бывает наследственный именно у мужчин. Поэтому мужчинам лучше проверять этот анализ. Это генетика, сдается генетика на гемохроматоз. Если он у вас выявлен, всего есть два законных способа снижения ферритина. Это донорство и это герудотерапия. И вот вы выбираете здесь, выбираете то, что подходит вам. В случае с донорством вы еще и помогаете кому-то другому. В случае с герудотерапией вы можете решать, кроме снижения ферритина, какие-то другие задачи, потому что герудотерапия доказана, там, снижает уровень воспаления и так далее. Тут выбирайте сами. Поэтому в случае с гемохроматозом донорство – это благо. Следующий вопрос. Ксения, сделайте видео на тему заболеваний груди, типа кист, фиброаденом, фиброзно-кислозная мастопатия. Сейчас совсем у молодых девочек это очень часто появляется. Можно ли это вылечить с помощью питания? Можно это вылечить с помощью питания. И мы снимали уже это видео. У нас видео посвящено печени, восстановлению фаз детокса печени. У нас, помню, два или три видео, которые касаются… Пересмотрите все видео, которые касаются печени. Различные кисты, фиброаденомы и так далее – это все связано с нарушением фаз детокса печени. И молодые этим страдают. Это правда, потому что едим непонятно что, за дефицитами не следим. Это все вот это супер-мега фастфудное углеводное питание, газировки и так далее. Это все приводит именно к этому. Поэтому смотрим видео про печень, потому что у нас печень отвечает не только за метаболизм токсичных, веществ, но и за метаболизм стероидных гормонов. За метаболизм эстрогенов, прогестерона. Все эти заболевания чаще всего связаны с эстрогендоминированием, когда нарушен метаболизм стероидных гормонов. Но здесь ты говоришь именно про то, как не допустить, а вылечить. Нет, я не говорю, как не допустить. Я говорю о том, что мы можем это излечить, когда мы восстановим фаз детокса печени. Мы разберемся с эстрогендоминированием. У нас восстановится вот этот вот как будто бы какой-то мифический гормональный фон. Плюс, например, однозначно фиброзно-кистозные мастопатии, связанные с дефицитом селены, с дефицитом йода. У нас есть видео и про печень, и про йод. Просто нужно вот это все соединить в единую картинку, и тогда у вас будет ответ на вопрос. Прямо рассосется. Прямо рассосется. Едем дальше. Спрашивает Джул. Слышала такое мнение, что нельзя в один прием пищи есть сырые овощи вместе с термически обработанными. Насколько это правда? Это неправда. Здесь все зависит от того, в каком состоянии находится ваш желудочно-кишечный тракт. Я ем и термически обработанные овощи. То есть, вы, допустим, едите салат, а потом у вас горячее блюдо, например, рыба с печеными овощами. Почему нет? Да, тут больше вопрос в том, что печеные овощи вы переносите хорошо, потому что они термически обработаны, а с сырыми овощами, если у вас проблемы с ЖКТ, могут быть проблемы. И нет такого понятия абсолютно, что нельзя есть в один прием пищи. Просто у вас может быть реакция в силу того, что у вас недостаточно эффективно работает поджелудочная, дефицит ферментов в отношении к клетчатке, и тогда у вас дискомфорт. Но это не овощи виноваты в этом, а тогда мы занимаемся восстановлением ЖКТ. Можно тоже добавить глупый вопрос от себя? Вот знаешь, есть такие салаты, например, салат с теплой грудкой, да? То есть, там холодные опыщи, холодный салат, там еще что-то и теплая грудка. Да, вообще отлично. У тебя как раз ты ешь животный белок, и у тебя есть клетчатка, и зелень, и чаще всего туда добавляют там рукколу. Это горечи, которые, наоборот, стимулируют твое пищеварение. Это вообще шикарный салат. И если вы знаете, что у вас как раз возникает реакция от употребления сырых овощей, или кто-то не может приносить квашеную капусту, у кого-то вздутие на бобовы, вам на бесплатный вебинар в лаборатории здорового пищеварения разбираться со своим пищеварением. Потому что продукты эти прекрасные и хорошие. Вопрос в том, что ваша система пищеварения не справляется с их переработкой. Анастасия спрашивает, посмотрела видео по поводу хранения продуктов в холодильнике, возник вопрос, почему нельзя хранить кокосовое масло и маслаки в холодильнике, когда они уже открыты, и их все равно без холодильника нельзя хранить. Спасибо за рамки. Почему их без холодильника можно хранить в открытой банке, потому что это жиры, у них высоченная точка плавления. Но вы можете их хранить в холодильнике, но смысл, они не портятся, они стоят в естественной среде, они при этом имеют мягкую консистенцию, когда вы их очень удобно используете. Когда вы поставите кокосовое масло или топленое в холодильник, вы будете вот так практически ножом выколупывать эти жиры, потому что они сильно затвердеют, когда они стоят в холодильнике. Топленое кокосовое масло очень удобно хранить и без холодильника. В открытом варианте это чистые жирные кислоты, они не портятся и их очень удобно использовать. Я храню в самых нижних выдвижных ящиках, у меня стоит и топленое масло, и кокосовое. как бы можно можно но неудобно сейчас расскажу видео с прокал вышло я там помнишь видео снимали у меня там этот палец пластырь все-таки да в конце-то концов штук все не с пальцем на какую неделю чуть и было там вот вот у меня до сих пор ноготь порезан я же срезала ножом у меня кожа зажила вот только что долго будет срастать просто на видео не спрашивают в конце концов что у нее с пальцем столько недель она все спала стыдом этом вот ответ рубрика ответ на вопросы подписчиков очень хороший вопрос от марины ксения добрый день начала питаться правильно насколько это возможно возникла огромная проблема огромная написано капсом если в течение дня хочу зайти в ресторан кафе то не могу найти еду которую мне можно плюс если что-то спросишь заменить блюде то отказывают живу в москве можете пожалуйста подсказать заведение с правильной едой я честно я тоже в москве я не представляю что кто-то москве откажет москва это очень классный сервис я хожу мне кажется не знаю сейчас николя подскажет ну я может не самый тут спец я выбираю вкусные возможно не просто не самые дешевые места мне очень нравится лондри мне нравится пинч мне нравится ава что еще на патриках никогда не было проблем чтобы отказать шлябинске то не отказывают что-то убрать пока вы омлеты с овощами всегда можете заказать супы всегда можете заказать рыбу салатами с овощами всегда можете заказать я не представляю в каких заведениях отказывают честно я ну я растерянка что у нас везде все знают что есть огромное количество людей с какими-то непереносимостями все даже спрашивают у вас точно нет каких-то проблем ты назвала конечно самые такие high level рестораном ну типа прям тяжелый люкс я вот могу сказать честно о том что мне безумно нравится есть в европейском на верхнем этаже какой-то фуд-маркет где ты можешь прийти и сказать мне дайте вот это вот мясо вот эту рыбу вот это то вот это все или там сам можешь себе набрать все что тебе угодно понятное дело там есть макароны и спагетти бар ну ты как бы просто не ешь спагетти бар и все вот а так салаты да да очень легко почти везде есть рыба очень соусы вообще всегда можно попросить отдельно всегда никто не вам не скажет что нет мы сами должны вылить этот соус салаты я просто потому что даже в топовых заведениях приносит это отдельно не вижу никаких проблем в обычных кафе попросить замените мне соус на масло все это делают подайте мне соус отдельно все это делать ксения подскажите пожалуйста как все таки есть фрукты слышала много информации про то что фрукты быстро перевариваются из-за этого их нельзя есть во время и после еды так как начнут бродить рекомендуют перед или между приемом пищи но тогда они вызовут всплеск инсулина как приятно что люди понимают сколько это работает марсель очень спасибо большое как вы говорите с их видео с ягодами все аналогично вы вопрос ягодами также все ягоды по сути это клетчатка там практически нет но если мы не берем арбуз арбуз тоже ягода да мы берем ягоды которые кустовые ягоды с ними вообще проблем нет вы можете их и до и после это клетчатка без проблем вы практически все совершенно верно написали они перевариваются ничего если у вас здоровый жкт никаких процессов брожения никогда не происходит они усваиваются быстрее чем остальные этапы поэтому идеально действительно есть фрукты перед приемом пищи например я ем фрукты только утром перед завтраком а то есть первое что я делаю ем фрукты пока я готовлю себе омлет и так далее они перевариваются проходят 15-20 минут все идеально что там будет бродить потому что они уже у вас переварились они уже прошли ниже по желудочно-кишечному тракту и при этом через 15-20 минут вы едите уже полноценную еду богатую белками жирами углеводами у вас как раз таки нет того самого всплеска инсулина поэтому при здоровом жкт идеально есть фрукты за 15-20 минут до еды мы не едим фрукты в промежутках пищи потому что действительно они вызывают рост инсулина либо вы едите фрукты если вам можно перекусы у вас нет инсулинорезистентности вы едите фрукты с орехами тогда можно то есть тогда вы тоже подстраховываете создаете такой буфер для скачка инсулина другой вопрос что когда у вас раздраженная слизистая желудка вы не можете есть фрукты натощак у вас будет ощущение жжения и возможно вы не будете их переносить тогда либо вы их временно просто убираете либо едите печеные фрукты например запекаете яблоко идите в печеном виде либо действительно если вы можете тогда вы съедаете фрукты через там 15-20 минут после еды но это уже такой более плохой вариант любовь любого спрашивает добрый день ксения николай расскажите пожалуйста про пользу или вред модного сейчас хлеба на закваске это не модный сейчас хлеб на закваске вообще-то это старо древние рецепты и когда-то как раз наши бабушки пекли только хлеб то есть прабабушки на закваске тут вопрос даже не в закваске это все равно хлеб да на закваске хлеб лучше чем на дрожжах это факт но мы помним что это все равно быстро рафинированный углевод что все равно если это хлеб из ржаной пшеничной муки это глютен и нужно понимать можно вам его или нельзя поэтому до выбирая из двух зол меньше хлеб на закваске лучше но если это обычный пшеничный ржаной хлеб то это точно такой же рафинированный углевод как и обычный дрожжевой хлеб классный вопрос от анастасии ксения как относитесь коричневому черному и в целом не рафинированному рису хорошо отношусь мой вообще идеальный вариант это черный рис по сути именно черный рис это даже не рис это растение вот я его обожаю я его делаю там два раза в неделю может быть как гарнир по сути у нас дома только гречка черный рис все вот это то что я готовлю в семье на гарнир очень хорошо а поэтому можете есть рис это без глютеновый злак но единственное вот вот этот вот длинный черный рис как будто который как растение а его можно вообще всем в принципе но если у вас есть лишний вес инсулинорезистентность бурым с красным а тоже аккуратно потому что у риса все-таки достаточно высокий инсулиновый индекс несмотря на то что он бурый поэтому вы бы можете есть например на завтрак готовить например такой рис либо на костном бульоне либо наоборот на каком-то кокосово-миндальном молоке но в случае с лишним весом инсулинорезистентностью на обед на ужин уже лучше не есть сразу внимание просто почему-то так негативно относимся к рисовому молоку а потому что рисовое молоко это уже рисовая мука это уже не цельный злак это то что мы перетерли в муку также как и овсяные гречневые тарафинированный углевод ты пьешь у рисового молока инсулиновый индекс примерно 100 это как сахар а у риса а цельный не переработанный рис там же клетчатка смысл в том что чем сильнее переработан злак тем выше у него инсулиновый индекс мы едим цельные злаки хоть с цельными злаком и нет никаких проблем у нас проблему есть с макаронами и с хлебом потому что это мука все это уже другое качество продуктов найти спрашивает николай спросите пожалуйста ксению что такое аутоиммунный гастрит я такой вообще впервые раз слышу секунду по какой причине он появляется можно ли его лечить можно ли с помощью питания на рецептиком свести его к нулю что надо соблюдать чтобы избегать что употреблять при таком диагнозе спасибо вам огромное заранее спасибо большое что спрашиваете есть такой аутоиммунный гастрит он диагностируется исключительно с помощью анализом крови на антитела то есть просто визуально там с помощью фгдс невозможно определить то есть берется анализ крови на определение антител к этим клеткам аутоиммунный гастрит существует и вы только с помощью питания рецептиков сможете от него избавиться это так у нас на программе я даже не буду считать лекцию как это делать потому что это долгий процесс и у нас есть нутрициологи которые специализируются вообще на аутоиммунном гастрите чем опасен аутоиммунный гастрит тем что как бы условно считается нулевая предстадия онкологии потому что если с ним ничего не делать то вероятность того что он может перерасти в случае предрасположенности в онкологию велика поэтому идеально корректируется питание внутри цептиками у нас невероятное количество учеников с аутоиммунным гастритом это прежде всего питание фудмэпс это восстановление слизистые это мы убираем продукты воспаления после фудмэпс мы переходим на аутоиммунный протокол потому что это аутоиммунный гастрит и соблюдаем его практически на протяжении всей жизни но это только питание на самом деле интрецептики очень классно его корректирует то есть тебе сначала ставят гастрит у тебя возникают боли ты идешь гастроэнтерологу и когда есть подозрение на аутоиммунный гастрит гастроэнтеролог должен назначить анализ крови на антитела ксения добрый день спасибо вам и вашей команде за такой потрясающий полезный канал спасибо подскажите пожалуйста нормально ли когда во время сна выделяется слюна в детстве еще мама могла говорить вот и так сладко спишь действительно ли это сладкий сон или это не норма и как от этого избавиться во-первых может мне кажется подсекать когда ты спишь с открытым ртом закрытым она не может а мы должны дышать носом я напомню у нас дыхание должно быть только через нос мы не дышим ртом и как раз очень многие взрослые дети дышат ртом потому что у них либо заложен нос неправильное дыхание то есть мы за этим следим мы выясняем причину это еда это сахар это локтазная недостаточность а вы употребляете молочную продукцию поэтому вас заложен нос вы начинаете дышать ртом ну такое может быть но все таки первое с чем мы разбираемся вообще почему вы дышите ртом а когда вы будете дышать носом возможно у вас и не будет такой истории со слюноотделением а второй вопрос мы должны проверить не перебарщивать или вы с углеводным питанием потому что избыточное слюноотделение возникает на фоне инсулино-резистентности и вот на таком этапе инсулино-резистентность преддиабет это я бы назвала вот топ-2 главных факторов которым мы разбираемся а с чем связано слюноотделение телец сказал у меня слюна во время сна протекает и сразу и выяснила что человек сахар и финальный вопрос давай а ксения как я рада что нашла ваш канал столько полезной информации я очень благодарна мы на самом деле тоже благодарна что правда правда это сто процентов спасибо вам огромное то вы молодцы такой вопрос при планировании беременности можно ли с помощью питания повлиять на пол будущего ребенка бывает что врачи предлагают различные или мальчик или девочка знаешь есть такой эмодзи знаешь вот такой вот когда я слышал когда врачи предлагают такое то что то поесть когда пол во первых от девушки вообще не зависит пол ребенка ну вот вообще совсем никогда никак и циклетка она не имеет пола в принципе у нас за пол отвечает сперматозоид и какого у нас пола грубо сейчас встречаюсь сперматозоид такой и будет пол у ребенка и когда обвиняют девушку ты мне не родила ты нет это должен мужу своему сказать миллиард миллиард истории езди какой-нибудь король там семь раз родил девушку да 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 вот так у него сперматозоид наконец-то вышел вперед тот который является носителем ну конечно да нет нет девушки такой еды которые вам наколдует пол ребенка нету нет такого нет спасибо вам большое за вопросом спасибо за то что вы делаете репосты наших видео да коль нам нам правда это ценно единственное что конечно часто говорят ксения я ваши видео всем рассылаю родственники все против но я все равно им их рассылать спасибо вам большое мы очень это ценим спасибо вам огромное за вопросы благодаря вам мы растем и я даже честно могу сказать что благодаря вам мы бесконечно снимаем видео на ю тубе нам мы вообще встречаемся радуемся и делаем это для вас с вами был николай ваши вопросы продолжайте под этим видео как всегда дамы под этим видео собираем вопросы лайкайте самые популярные мы на них ответим с вами была ксения черная вы смотрели канал про здоровье